Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Свыше нас свет посетил. Православные верующие отметили Рождество. Праздник, который посвящен пришествию в мир Господа Иисуса Христа. Как это было? Переступил черту. В Бавройске за получение взяток задержан топ-менеджер крупного завода. Следователями в отношении представителя предприятия возбуждено уголовное дело. Цена вопроса или совести. Артем и София в ЗАГСе назвали самые распространенные имена прошлого года. Самым молодым отцом в 2022 году стал 18-летний граждан Республики Беларусь. Кто еще в топе? А также нерушимый союз, равные подходы и зимние качели. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и ветра. Какие еще ждать сюрпризы от небесной канцелярии? Перспективное партнерство в современных реалиях. Президент провел встречу с госсекретарем Союзного государства. На повестке реализация 28 программ. В полном объеме выполнено 7. Все они определяют принципиально новый этап экономической интеграции двух стран, заявил Дмитрий Мезенцев. Общий ответ на технологические вызовы особенно значим в области импортозамещения и обеспечения конкурентоспособности. В свою очередь Александр Лукашенко отметил, необходимо увеличить финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы. Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Ну я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку, хотя в одиночку такие вопросы не делаются. Я еще раз напоминаю, наше общее решение президента России и Беларуси создать хороший, добротный, мощный, современный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг. Вы видите, что время этого требует. Кому мы тут сегодня пристегнемся? Кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать. Администрация президента Беларуси и России должны над этим работать. Промежуточные итоги работы по минувшему году в ближайшее время подведут на союзном совмине. После лидеры стран в очном формате рассмотрят перспективы развития на высшем госсовете. Формирование повестки уже начато. Так Александр Лукашенко отметил, Минск и Москва должны сосредоточиться на тех отраслях, которые особенно важны в современных реалиях. В зале с поличным в Бавруйске задержан топ-менеджер крупного промышленного предприятия. 40-летний замдиректора, как сообщается, с октября прошлого года регулярно получал взятки от руководителя коммерческой организации. Так благоприятно решался вопрос, связанный с оплатой ранее поставленных комплектующих для производства. Общая сумма незаконного вознаграждения – 41 тысяча рублей. Следователями в отношении представителя предприятия возбуждено уголовное дело за получение взятки. А в отношении руководителя коммерческой структуры – за ее дачу. За получение, напомним, грозит до 7 лет тюрьмы, плюс конфискации и лишение права занимать определенные должности и выполнять некоторую деятельность. Задачу взятки – до пяти. Белорусское гостеприимство, зимние качели и европейский аналог. В стране планируют выпускать корма для кошек и собак. Кто возьмется за производство? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Уровень соцгарантий для временно нетрудоспособных повысится с 2024-го. Минимальный размер больничных будут рассчитывать, исходя из величины минимальной зарплаты в стране. Так, выплата гражданам, которые трудятся 10 и более лет, увеличится до 100%. Тем, кто работает меньше – 80%. Вырастет и среднедневной заработок, применяемый для расчета. Правительство скорректировало правила торговли. Теперь на рынках невозможна выкладка алкоголя в месте проведения расчета покупателей. А товары с изображением госсимволики должны стоять отдельно от другой продукции и сопровождаться надписью «Государственные символы Республики Беларусь». Изменение вступит в силу с 22 января. С начала года Беларусь по безвизу посетили свыше 6 тысяч иностранцев. Большинство – граждане Литвы. Всего за время действия режима в республику въехало больше 390 тысяч человек. Приезжать в нашу страну можно неограниченное количество раз до 31 декабря включительно. Ковидные ограничения для пересечения границы сняты. В стране планируют выпускать корма для кошек и собак на уровне лучших европейских аналогов. За выпуск возьмется комбикормовый завод в Жабинке. Несмотря на санкции, которые сказались на логистике, предприятие нашло пути для поставки необходимого сырья. Здесь уже провели модернизацию линии. Скоро запустят вторую. Для этого инвестируют 11,5 миллионов рублей. В Беларуси на вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Ожидается сильный снег и метель. В отдельных районах гололед. Днем от минус 10 до плюс 3. А вот к концу недели снова потеплеет. Пойдет дождь. В ночные и утренние часы возможен туман. Печальная статистика набирает обороты. В Беларуси с начала года утонуло 6 человек. Один в Могилевской области. Среди жертв большинство любителей зимней рыбалки. Из-за недавней оти перелет на реках и озерах стал значительно тоньше. Несколько морозных дней не исправили ситуацию. Но любители зимнего промысла продолжают испытывать судьбу. С ноября уже сфиксировано 16 погибших. Работники освода постоянно патрулируют все места пребывания рыбаков. Проверяется толщина льда. Проводятся беседы с рыбаками. Самая основная причина всех неосторожных движений, провалов – это нахождение на воде и на льду в нетрезвом состоянии. Сотрудники освода напоминают, относительно надежным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Он зеленого или голубого цвета. Не стоит проверять его прочность прыжками или ударами ногой. Важна и правильная экипировка. На зимнюю рыбалку необходимо взять веревку, доску и спасательный жилет. А вот детей лучше оставить дома и рассказать им об опасности игры на водоемах. Время света и добрых дел православный мир отметил Рождество Христово, событие, с которого начался отчет новой эры в истории человечества. Торжественное богослужение прошли во всех храмах страны. Бобруйск встретил праздник еще и музыкальным спектаклем. На главную сцену вышел мужской всехсвятский хор и заслуженный артист Беларуси Руслана Лехно. Атмосферой благости прониклась Татьяна Горбач. Дивное чудо Боговоплощения, которое свершилось более двух тысяч лет назад и сегодня наполняет души верующих несказанной радостью. Новую светлую эру для всего человечества провозглашает рождение Христа Спасителя. В Никольском кафедральном соборе многолюдно. Литургию возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Господи Господи! Это духовная наша составляющая, которую мы бережем в сердце. Это те воспоминания, которые помогают нам жить дальше, помогают верить во что-то святое. Душевный семейный праздник, который нужно провести со своими родными и близкими. Посвятить им этот день, подарить им хорошие эмоции, делиться любовью, радостью. Это великий праздник, когда мы все приходим, родные, близкие, пообщаться с Богом, пожелать родным здоровья, мира всем, душевного тепла, равновесия. Светлый праздник Рождества Христова отмечают и во Дворце искусств. Под волшебные звуки скрипки горожане и почетные гости знакомятся с экспозициями. А посмотреть есть на что. Выставка монастыря в честь святых жен Мироносец и приходов храма в Бобруйской епархии. Библиотека Ефросиньи Полоцкой презентует книги, которые посвящены жизни и трудам Кирилла Туровского. Праздник, который посвящен пришествию в мир Господа Иисуса Христа, явлению Бога на земле. Поэтому мы радуемся, поздравляем друг друга, встречаемся со всеми своими близкими и всем передаем эту весть прекрасную о том, что Бог с нами. Я поздравляю всех со светлым праздником, Рождеством мира, тепла, уюта в каждом доме, спокойствия в душе. Мы должны жить в мире и созидать. Я вижу таким год. Все необходимое в области есть для этого. Есть желание сделать. Люди настроены. Поэтому год должен быть хорошим. На главной сцене православный театр «Убрус» презентует музыкальный спектакль святитель Кирилл Туровский «Златоуст Белой Руси». Театральное действие завораживает и переносит зрителей в XII век. Время, когда жил и творил богослов. Задействовано здесь около 200 талантливых актеров, танцоров и певцов. Особую атмосферу праздника создает мужской всехсвятский хор и заслуженный артист Беларуси Руслан Олехно. Мы подчимся, не мечты заны, где живет волшебный год и новый год. Я искренне желаю, чтобы этот год был для каждого из вас, для каждой семьи, может быть, самым лучшим в вашей жизни, эмоциональным, благодатным на хорошие события, на новости. Ну и, конечно же, мирного неба. И чтобы каждый из нас любил друг друга, верил в чудо. Вифлеемская звезда, подарившая людям 2000 лет назад надежду, наполняет сердца белорусов состраданием и любовью. Вот она, идеальная формула года мира и созидания. Простая и понятная всем. Самая актуальная для Рождества 2023. Развеет тревоги личные и коллективные. Укрепиться как нация возможно лишь истинной верой, честным трудом и христианским милосердием. Татьяна Горбач, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобрыск 360. Сошлись во мнении. В отделе ЗАГСа Бобрусского горосполкома назвали самые популярные имена 2022-го. Лидируют Артем и София в топе мужских Михаил, Матвей, Тимофей, Марк, Александр и Роман. Девочек чаще всего называли Ева, Олеся, Варвара, Дарья, Анна и Виктория. Среди экзотических – Эрик, Аким, Амар, Эсма, Аврора и Луна. В минувшем году в Бобруске на свет появилось 1689 детей. 821 мальчик и 868 девочек. Среди них 18 двоин. Самым молодым отцом в 2022 году стала 18-летняя гражданин Республики Беларусь. Самым возрастным – 54-летняя. Самой молодой мамой у нас стала девушка 16 лет. Ну, а возрастной – в 45. К слову, в ЗАГСе уже открыто бронирование дат на свадебное торжество. Их можно выбрать на сайте или по телефону 734829. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА